Родители, смотря на все это, сделали такой вывод, что по возвращению домой меня либо будет ждать психиатрическая больница, либо тюрьма, потому что мы знаем, что такие ситуации уже случались у нас в стране, и поэтому моя бабушка, она позвонила мне и сказала, что, пожалуйста, не возвращайся в Беларусь, для тебя здесь небезопасно, я думаю, что будет безопаснее, если ты попросишь какое-то политическое убежище и либо останешься в Токио, либо сможешь поехать куда-то в Европу, но только не в Беларусь. Всегда было далека от политики, я не подписывала ни одно из писем, я не ходила на митинги и не высказывалась против правительства, я в целом человек спорта и ничего не понимаю в политике, это все было для моей безопасности, я считаю, что было возможно, что все было сделано правильно для моей безопасности, потому что уже все знали, каким рейсом я должна лететь, потому что из Токио был только единственный прямой рейс в Варшаву, и я очень благодарна МИДу Польши, дипломатам польским, которые находились в Токио, которые сопровождали меня в этой дороге, также премьер-министру Польши, который связался со мной, когда я находилась еще в Токио, за то, что они предоставили мне все условия для того, чтобы безопасно добраться в Варшаву, и что сейчас я также нахожусь в безопасности, и они не оставляют меня одну и полностью мне помогают. Продолжение следует...